МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 12 мая 1696 года, двинулся в путь из Воронежа речной флот. Он держал курс на турецкую крепость в устье Дона. Это был второй неудачный поход Петра I на Азов. Этот же день только 1783 года считается днем рождения Черноморского флота. Тогда у берега Крыма появилось несколько русских кораблей. Они были переведены из Азовской флотилии. 13 мая 1845 года была учреждена императорская служба мер и весов. Нескакими годами ранее император Николай I подписал указ, называемый «Положение о мерах и весах». В этот день, 13 мая, родились философ, славянофил Алексей Хомяков, генерал-фильмаршал Иван Дибич, полный кавалер ордена Святого Георгия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таких, как Иван Иванович Дибич, в нашей истории лишь четверо. Четыре обладателя всех степеней высшего военного ордена, Святого Георгия Победоносца. Он, Марклай де Толли, филмаршал Паскевич и Кутузов. Однако он стал, вероятно, самым непопулярным и неизвестным из этого квартета. Что можно объяснить его скверным характером? Не зря Дибича сослуживцы прозвали «самовар Паша» за его вспыльчивость. Наконец, его происхождение. Чистокровный прусак, уроженец Силезии. В его роду не он один перешел на службу русскому царю. В Петербург прибыл в 1801 году. Юноши, не знающие мы слова по-русски. Однако уже через полгода, как передают, говорил и писал на новом языке, как природный русак. Начало службы выдалось не сильно успешным. Все же чужой человек. Но к тому же физически не очень готовы к походам. Как говорят, расточек у него был такой, что Дибич не поспевал со своими гренадерами. Попросился на штабную службу. Однако открывалась эпоха наполеонских войн, когда даже штабист имел все шансы погибнуть от ядра. В 1807 году в сражении при Гельсберге молодой офицер так удачно расположил батарею орудий, что она спасла положение всей армии. Это был его орден Святого Георгия 4-й степени. В трагический 1812 год в бою под Полоцком полковник Дибич отличился на орден Георгия 3-й степени. Во главе малочисленного отряда полченцев он смело овладел мостом, что парализовало активность французов. Но может быть важнее большинства его битв была его дипломатическая виктория в декабре того же года. Наполеона уже вытолкали из России. Оставались отдельные контингенты войск. В частности, прусаки генерала Йорка. С маленьким отрядом казаков Дибич собрался в самую гущу немецкого корпуса. А потом, как прусак прусака, попросил генерала Йорка о переговорах. Результатом товарищеской беседы стало неожиданное таурагентское перемирие. Русаки объявляли о нейтралитете. А потом уже спустя недели становились союзниками России. Эти переговоры, а потом удачные советы командующему в заграничном походе, вечная холодная решимость в бою, все это сделало Ивана Дибича одним из самых близких людей императору Александру I. Он был с ним почти всегда, даже в дни его ухода. И что характерно, генерал не потерял своего положения при новом государе Николай I. А может стал еще более значимой фигурой. В 1828 году он начал самую блестящую военную кампанию. Не только свою, но может быть во всем XIX веке для России. Османская Турция открыла боевые действия. Дибич, имея меньшие силы, ответил режительно. Он осадил важнейшую крепость Силистрия. А когда турки повели на него основные силы, в одном генеральном сражении разбил их. Тоже меньшими силами. Император Николай I. «Хвала Всевышнему, дорогой друг мой, и да вознаградит он вас в будущей жизни за вашу услугу, оказанную вами нашему Отечеству. Ордень Святого Георгия II класса украсит вас. Заставьте меня переменить его на первый класс». Так и вышло. Дибич снова был скуп, кровопролитные бои, а зато стремителен в маневрах. Он одним махом перебросил армию через горы и поступил почти к самому Стамбулу. Впервые за тысячелетия русские воины были у стен Царьграда. Тут уж государю ничего не оставалось, как расщедрится на орден Святого Георгия I класса. Победоносная армия, предводительствуемая вами, с самого открытия кампании, не переставала ознаменовывать себя блистательной победой. Иван Дибич стал фельдмаршалом, получил титул Забайкальского. Он был в зените славы. Вскоре его постигло несчастье. Умерла любимая супруга. Командующий бодрился. И так отныне я весь буду принадлежать России. Однако сам он жил после этого недолго. На пятом десятке, находясь в походе, он умер от холеры. Один из четырех полных кавалеров высшего военного ордена Российской империи.